Сотрудники органов внутренних дел отмечают День полиции. Ежедневно порядок в городе обеспечивает около 10 тысяч человек. Мы расскажем об одном из них. Евгений Корман, начальник отделения в управлении экономической безопасности. Работу он разбавляет хобби, бесплатно занимается с детьми армейским рукопашным боем. Дмитрий Ковалев весь день провел с полицейским и понял о работе и увлечении. Никто не расскажет лучше, чем сам Евгений Корман. Тренирую я, ну, фактически, 2008 года. Тренируем в основном детей. Также есть ребята уже взрослые. Наш клуб является одним из лидеров, не только в Омской области, но и в России. То же самое движение, добавляем удары теперь. Руки, ноги. О, Илюша, молодец. И нога. О, молодец. С детьми работать интересно. Получаешь огромное удовольствие от этого. Очень приятно передавать им свои знания, воспитывать. Сам я занимаюсь именно рукопашным боем с 8 лет. В секцию меня привел отец, то есть я учился во втором классе. Он был чемпионом, он 10 лет вообще не проигрывал по любителям. Он чемпионом мира является. Этот человек, как каменная стена, он надежный. Умеет достигать своей цели. И он никогда не зазнается. Все время на прием, да, до всегда, когда я выступал на турнирах. Это проход в ноги. Он у меня лучше всего получался. Из него я выиграл много поединков. Когда приходишь в спортивный зал, не знаю откуда, берутся силы. Мысли рабочие уходят. Я успеваю восстановиться, отдохнуть от работы. Спорт, он дисциплинирует. То есть он дает какую-то уверенность в себе, в своих силах. Помогает достигать уже каких-то рабочих целей. Ко всему подходит, скажем так, по-спортивному, поскольку является спортсменом. То есть четко, все жестко, скажем так, выстроена работа. Держит нас в тонусе. Отсюда, мне кажется, возникают и положительные результаты. Тут у нас контингент подозреваемых, ну, либо заподозренных. Эти люди выше среднего достатка. Могут себе позволить дорогостоящих адвокатов, защитников. Поэтому с ними работать нам приходится тяжело очень. Как, в общем, сказать о работе? Всегда я не говорю, что она у нас творческая работа, да? То есть необходимо тут постоянно что-то придумать новое. Постоянное движение, постоянная работа над собой. Постоянно идем вперед. Ну и в то же время это работа юриста. То есть она требует юридических знаний.